Проблемы детских садов многогранны и разнообразны. Что-то можно решить за счет бюджетных средств. Скажем, крышу подлатать. В прошлом году, например, в городе было отремонтировано около 40 кровель различных учреждений образования. А бывают вопросы другого плана, которые надо решать в рабочем порядке. Тут-то на помощь и приходят депутаты городского совета. Детский сад «Солнышко» из числа старейших в Фокинском районе. Более четверти века занимается тут воспитанием самых юных жителей города. Отзывы о садике хорошие. Нашим родителям детский сад нравится. С удовольствием водят ребят к нам в детский сад. Вот что я хочу сказать. У нас есть еще и бассейн, где ребята оздоравливаются. Потом всевозможные кружки оздоровительные есть в детском саду. Коррекционная работа ведется. Поэтому мы много делаем для того, чтобы шагать в ногу со временем. Сейчас детский сад посещает 280 малышей. Для них здесь есть все. Оборудованные классы, спальни и даже бассейн. Правда, в чем-то есть и определенный недостаток. Недавно поломалась одна из трех стиральных машин. Сами понимаете, по санитарным нормам для такого учреждения бытовой прибор просто необходимый. И проблему надо решать незамедлительно. Обратились к своему депутату Павлу Мессиюку. Вопрос обсудила фракция «Единая Россия» в городском совете. Решили, надо помочь. Результат не заставил себя долго ждать. Мы и партия «Единая Россия» делаем подарки. Мы знаем проблемы практически все детских садов. Поэтому на сегодняшний день это небольшой подарок, но он значимый для детского сада. Дети, наверное, всецело не могут оценить практичность такого подарка. Зато пользу наверняка оценят взрослые. Это существенно облегчит труд воспитателей и технического персонала. Спасибо большое Павлу Леонидовичу. Я думаю, что мы с ним в тесном сотрудничестве будем продолжать работать и дальше. У нас вот еще одна забота есть – это освещение уличное. И эту проблему мы уже с ним оговорили. И думаю, что в ближайшее время уличное освещение у нас будет тоже в детском саду подключено. Сейчас необходимость в поддержке есть не только у «Солнышка», но и у других детских садов Брянска. Эта ситуация находится на постоянном контроле у депутатов горсовета. Как отметил глава города Николай Патов, в год ребенка дети не должны остаться без внимания взрослых. Александр Новиков, Виталий Угримов, Максим Кузнецов. События. Брянск.